Всем привет! С вами Алексей Сыпачевский. И я сейчас хочу поговорить о влиянии скорости основания на эффекты от длинных шипов. А именно, я разберу заданный пользователям в комментариях вопрос. Зачитываю вопрос. Объясните, пожалуйста, как влияет скорость ракетки на эффект защитных шипов. Например, слаботянущие окс-шипы на основании DEF и OFF. От какого сочетания будет лететь мяч с более сильным нижним вращением, если выполнить блок по сильно крученому топсу? Конец вопроса. Прежде чем перейти к разбору этого вопроса, хочу напомнить, что у нас в магазине сейчас огромная распродажа всяких разных шипов и не только их. Ссылка на распродажу в закрепленном комменте под видео. Проходите и смотрите, чего там есть интересного по очень сильно сниженным ценам. Что касается вопроса, от основания какой скорости пойдет больше нижнего вращения на блоке длинными шипами ОКС, то замечена такая закономерность, что от более медленных оснований получается больше нижнего вращения, а от более быстрых, соответственно, меньше. Однако это вовсе не означает, что медленные основания будут более эффективны в итоге в такой игре. Во-первых, потому что количество нижнего вращения это не единственное, что создает сложность сопернику. Сопернику также создает сложность и темп возврата. И если соперник будет получать больше вращения, но слишком медленные мячи, на которые он будет хорошо успевать, то ему в итоге не будет сложно по ним играть. Тогда как в некоторых случаях может получиться так, что меньшее вращение, но мячи будут возвращаться в гораздо более высоком темпе, и соперник не будет на это успевать, хотя там и вращения меньше. И это может оказаться в итоге более эффективным. Поэтому не спешите замедлять себе ракетки с длинными шипами ОКС в погоне за более сильным реверсом при возврате топ-спина. Тем более, что блоком длинными шипами ОКС игра не ограничивается. Есть и другие элементы теми же длинными шипами, а также еще есть игра другой стороной ракетки. И если мы выберем себе ракетку, которая может даже и очень хороший блок длинными шипами давать, но при этом не будет давать достаточно скорости для игры другой стороной, то в итоге такая ракетка не будет оптимально эффективной. А для того, чтобы получить от ракетки максимум эффективности и результативности в игре, нужно учесть все факторы, а не упереться в какой-то один из них и проигнорировать остальные. Также хочу напомнить и о том, что чем выше уровень техники, тем больше возможности эффективно использовать более быстрый инвентарь. То есть при слабом уровне техники, если использовать медленное основание, то им будет более эффективный блок, а с более быстрым игрок не будет нормально справляться, и в итоге это будет неэффективно. Тогда как при более высоком уровне техники, можно и более быстрым основанием лучше обрабатывать мяч, может играть не простым блоком, а чоп-блоком или пуш-блоком, чтобы давать сопернику более сложные мячи, чем от простого блока. В общем, это я к тому, что, хотя, если просто рассмотреть абстрактно отдельно силу нижнего вращения при возврате блока, и то, что ее больше от медленных оснований, то в разнообразных реальных игровых ситуациях одним игрокам будет эффективнее использовать медленные основания, а другим быстрые. А сам вопрос об эффекте длинных шипов на блоке не стоит ограничивать только силой возвращаемого вращения. Тем более, что после перехода настольного тенниса на пластиковые мячи роль вращения в игре вообще очень сильно уменьшилась. Игра стала намного проще по отношению к вращению. Игра стала требовать больше скорости и точности, и какой-то такой простой натренированности. И стала намного меньше зависеть от вращений и от умений их создавать и с ними обращаться. Естественно, это все влияет не только на длинные шипы, это влияет на игру любым инвентарем и в любых стилях. Но поскольку у нас сейчас идет речь про длинные шипы окс, то тут будет как раз уместно подчеркнуть, что именно роль возврата вращения у этого типа накладки в игре стала гораздо меньше. И когда мы говорим об эффекте от длинных шипов, то теперь больше внимания нужно уделять скорости и точности, с которыми мы возвращаем мячи, во-первых, чтобы вообще меньше ошибаться, а во-вторых, чтобы не давать сопернику мячи в ракетку, чтобы максимально его гонять по дистанции, влево-вправо, чтобы максимально осложнить ему выход на мяч и исполнение атакующих элементов. Также хочу напомнить, что скорость ракетки нужно выбирать себе не под какой-то один единственный элемент, например, под блок длинными шипами окс, а так, чтобы все важные элементы работали максимально эффективно. При этом, конечно, можно пренебречь какими-то очень редко используемыми и поэтому маловажными элементами, но вот все элементы, которые в игре сильно важны, их все нужно учесть, и скорость ракетки нужно подобрать так, чтобы она выполнению их всех удовлетворяла, а не только какому-то одному из них. Потому что, если мы даже какой-то один элемент будем делать максимально эффективно, но при этом запорим остальные, то игра в целом в такой ситуации получится неэффективной. Кстати, многих теннисистов интересует, как сделать такую комбинированную ракетку, чтобы левая сторона под длинные шипы была максимально медленная, а правая была побыстрее под атаку. Для этого приходятся специально сделанные комбинированные основания с различной скоростью сторон. С использованием такого основания гораздо проще добиться эффекта большой разности сторон по скорости. У нас в магазине есть специальный фильтр, которым вы можете выделить комбинированные основания и посмотреть их отдельно. Некоторые из них имеют не очень большую разницу по скорости между сторонами, не только по скорости, но и вообще по свойствам. Но есть также и некоторое количество комбинированных оснований, которые имеют очень большую разницу по скорости между левой и правой сторонами. О том, что такое комбинированные основания, для чего они нужны, какие бывают, я как-нибудь более подробно расскажу отдельно. Сейчас просто к слову пришлось в эту тему про длинные шипы. На этом, пожалуй, все с рассмотрением данного вопроса. И напоминаю, что у нас сейчас в распродаже огромное количество интересных длинных шипов и не только их. Ссылка на распродажу под роликом в закрепленном комментарии. С вами был Алексей Сыпачевский. Обращайтесь в наш магазин за покупкой инвентаря для настольного тенниса, а также, если нужна помощь, с его правильным выбором. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok